Колесо обозрения, множество различных горок и угощений, а все люди держатся за руки. Так представляют себе парк мечты ребята-фиксики из города Бор. Это такая лестница. Это не лестница. Горк сковорозок. Да, горк сковорозок. А почему на ней машина? Потому что здесь можно с машины скатываться. Так ярко и необычно стартует региональный отбор национального чемпионата по робототехнике. Отборочный этап продлится с 10 по 12 марта. Ребята соревнуются в трех группах. Самые старшие от 10 до 16 лет будут демонстрировать роботов. Средняя группа от 6 до 9 лет покажет проект, созданный при помощи платформы для конструирования и программирования движущихся моделей. А в этой младшей группе дети от 4 до 6 лет командами представляют свой первый лего-проект. Мы хотим вам представить оздоровительно-возвлекательный парк Лего Фрэм. У нас есть первая площадка. Если я не могу прийти, она едет к ним. В самой младшей группе лего-проекты на суд жюри представляют 7 команд из Нижнего Новгорода, Бора, Сарова и Ижевска. Всего в трехдневном отборочном туре примут участие около 150 ребят. Здесь каждая команда победитель в какой-то номинации. То есть самое сложное, наверное, для экспертов – это выбрать, в чем же особая фишка, в чем же особое преимущество у каждой команды. И самая большая цель и задача – привлечь техническое творчество, показать, из чего оно состоит, самых маленьких, но при этом это все сделать в игровой форме. Лучшие команды регионального этапа в каждой из трех возрастных групп представят нашу область на национальном чемпионате по робототехнике First Robotics Championship 2.0. Он пройдет на Нижегородской ярмарке с 23 по 25 апреля. Соглашение о проведении мероприятия подписали Кванториум, Центр развития талантов детей и молодежи Вега и Школа 800, а также Кванториум и Благотворительный фонд поддержки образования Гёте Шули. Мы очень рады тому, что нам удалось стать площадкой для такого замечательного мероприятия, потому что маленькие ребятки разных возрастов, начиная с дошкольного, создают города, кто-то строит зоопарки, кто-то строит площадки для спорта. Все это настолько замечательно, что показывает и заряжает нас замечательной энергетикой. Мы ждем гостей из 30 субъектов. Мы надеемся, но это зависит от определенных санитарных ограничений участия международных команд, но в целом мы очень рады, что наш уровень подготовки и развития, который существует в Нижегородской области, стал для нас устойчивым фундаментом для проведения такого масштабного мероприятия. Имена победителей регионального отборочного этапа будут озвучены на церемонии награждения в финальный день соревнований 12 марта. Екатерина Васильева, Михаил Гордников. Время новостей.